Привет! Разборочка скоро начнётся, а пока познакомьтесь с нашим двухколёсным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами. И продаём их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong. Там актуальное наличие, ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. Ну а сегодня мы вам расскажем про удивительный и немолодой двигатель для автомобилей Volkswagen из 90-х. Итак, встречаем VR6! Напомним, что двигатели VR6 не рядные и не V-образные, а они рядно-смещённые. В данном случае все шесть цилиндров находятся в одном чугунном блоке, а угол между соседними цилиндрами всего 15 градусов. Вот такая вот узкая V-образная компоновка получается, и все шесть цилиндров накрыты одной ГБЦ. Такие двигатели появились на автомобилях Volkswagen в 1991 году. Большинство версий 2.8, но также есть версии объемом 2.9 литра. У этого двигателя два распредвала, но всего 12 клапанов. По два клапана на цилиндр. Гидрокомпенсаторы, естественно, присутствуют. Распредвалы от коленвала приводятся пары теперь VRM, которые находятся со стороны маховика. В общем, эти двигатели выпускались до 1999 года, а затем их заменили более сложные 24-клапанные версии. Эти двигатели устанавливали на все доступные Volkswagen того времени. От Golf 3, Passat B3, Passat B4, Carado до Charan и Transporter. Также эти двигатели закупал концерн Daimler и устанавливал их на Mercedes Vita первого поколения. Этот двигатель имел обозначение M104.900. И сегодня мы разберем мотор объемом 2.8 литра, 12 клапанов VR6, снятый с Ford Galaxy. А Ford Galaxy, как мы знаем, является клоном Volkswagen Charan. Несмотря на замысловатую конструкцию с рядом смещенными цилиндрами, этот двигатель считается надежным. Он погибает лишь тогда, когда владелец его годами не обслуживает, но любит ездить быстро. И на фоне гораздо менее мощных двигателей VAC тех лет, этот двигатель не намного дороже в обслуживании. Ну, дорого только заправлять автомобиль с таким двигателем, потому что он мощный. Плюс годы дают о себе знать. Появляются проблемы с проводкой под капотом, и от этого появляются разнообразные глюки. Плюс стареют датчики. Датчики надо менять. Причем не только датчики коленвала и распредвала, а также датчики детонации, которых в этом двигателе целых две штуки. И мы уже не говорим о рассохшихся трубках и пластиковых деталях от старости. Даже патрубок от дроссельной заслонки к воздушному фильтру может лопнуть от старости. Ранние двигатели 2.8 VR6 с трамблёрным зажиганием даже более хлопотные. Например, у них полностью механическая дроссельная заслонка. Поэтому холостой ход регулируется отдельным клапаном стабилизации холостого хода с электроприводом. Еще там корродируют контакты массы на блоке цилиндров. Если из-под капотного пространства не удален насос вторичного воздуха, то со временем через управляющий им клапан перед катализатором попадает воздух, на который реагирует лямбда зон, что в итоге приводит к сильному переливу топлива в цилиндры. Натяжной ролик ремня навесного оборудования имеет довольно-таки массированный демпфер. Это присуще конструкциям 90-х годов. Все это вместе по оригиналу стоит 160 долларов. Но есть куча не оригинала, но по цене 30 долларов. Также можно отдельно купить вот такой не оригинальный ролик. Вообще, стоит менять этот натяжитель вместе с механизмом при каждой замене приводного ремня. То есть, каждые 120 тысяч километров. Ну а сегодня разобрать этот двигатель из 90-х годов нам поможет человек 1986 года выпуска. Итак, встречаем, Александр. И мы начинаем нашу разборочку. Изначально двигатели VR6 оснащались трамблером, а затем перешли на полностью электронное зажигание. В основе этой системы вот такая вот общая катушка зажигания, которая новая стоит оригинальная 600 долларов. Хороший не оригинал можно найти в 6 раз дешевле. Корпус этой катушки со временем покрывается трещинами как раз вокруг высоковольтных выводов. И это в сырую погоду приводит к пропускам зажигания, ну и характерной неустойчивой работе двигателя. Во время работы двигателя, если на катушке вода, то тогда даже видны искры. Но с этим можно справиться. Нужно покрыть корпус катушки эпоксидным клеем, но сперва надо очистить корпус, зашкурить корпус, и тогда клей отлично ляжет и закрепится на поверхность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рядом с масляным фильтром находится классический для двигателей VAC квадратный теплообменник, в котором охлаждается масло. Так вот, со временем пару резиновых прокладок приходят в негодность и возможны сюрпризы в виде вытекания масла наружу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У 12-ти клапанных моторов VR6 впускной коллектор легкосплавный, без каких-либо систем изменения геометрии. Так вот, воздух в обе ГБЦ идет с одной стороны, и как мы дальше увидим, расстояние от впускных клапанов до фланцев разное. Впускные клапаны четных цилиндров находятся ближе к фланцам, а чтобы наполнение цилиндров воздухом было равномерным, длина каналов непосредственно во впускном коллекторе разная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Форсунки двигателя 2.8 VR6 долговечные и обычно проблем никаких не вызывает. Однако со временем все же придется поменять два уплотнительных колечка на каждой форсунке. А вот что временами подводит, так это погружной насос и установленный на рампе регулятор давления. Так вот, давление топлива должно быть при полностью открытом дросселе такое, как указано на регуляторе давления. Если при прогазовке давление падает меньше 3 бар, кстати, есть на некоторых моторах регуляторы по 4 бара, тогда нужно проверить давление, которое создает погружной насос. Давление должно быть минимум 4 бара и вплоть до 7 бар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь по состоянию. Визуально кулачки распредвалов выглядят неплохо. Помним, что мотору хренову тучу лет, и поэтому мы здесь видим и черное масло, и гуталин, и провисшую цепь ГРЭМ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замена цепей ГРЭМ на этом двигателе хлопотная, но некоторые умелые владельцы могут провернуть эту процедуру самостоятельно. Естественно, вся загвоздка в том, что цепи находятся со стороны маховика. Изначально верхняя цепь ГРЭМ была двурядной, а затем производитель заменил ее на однорядную. Так вот, однорядную цепь ГРЭМ начали устанавливать с двигателя с номером 217-300. В общем, цепи ГРЭМ на этом моторе ходят 200 тысяч километров и более. Ну, затем, естественно, изнашиваются, начинают греметь. И, кстати, цепи ГРЭМ могут обломать свои направляющие, что чревато губительными последствиями для этого двигателя. Натяжитель верхней цепи ГРЭМ представляет из себя болт со внутренним штоком. Так вот, к этому штоку внутрь под давлением подается масло и стекает через сливное отверстие, которое расположено в нем же. Когда из-за сильного растяжения цепи шток выдвигается слишком далеко, то сливное отверстие оказывается снаружи, то есть за пределами основного корпуса натяжителя его манжеты. В этом случае, во время стоянки, масло вытекает из натяжителя. Следовательно, он перестает толком натягивать верхнюю цепь, и ее грохот после ночной стоянки будет особенно шумным. В общем, для оценки растяжения цепи натяжитель надо выкрутить и оценить выступание штока. Если шток выступает на 2 см и более, то, значит, цепи надо менять. Еще растяжение цепи можно оценить по осциллограммам с датчиков коленвала и распредвала. Пару оригинальных цепей для этого двигателя стоит 500 долларов. Есть, естественно, заменители, которые в несколько раз дешевле. А вот гидронатяжитель по оригиналу только продается и стоит 140 долларов. Чтобы поменять цепи ГРЭМ на этом двигателе, надо снимать КПП и даже доставать мотор из моторного отсека и установить поршень в положение верхней мертвой точки. Для этого на шкиве коленвала есть метка. При этом прорези на свободных концах распредвалов будут расположены горизонтально. В них нужно вставить пластины, чтобы позволить валам провернуться. Натяжитель нижней цепи идет в комплекте с направляющей планкой. Он имеет гребенку, которая не позволяет натяжителю вдавливаться. Верхний болт-натяжитель надо накачать маслом. Для этого его надо поместить в резервуар со свежим маслом и нажимать на него. То есть надо его прокачать, чтобы из него вышел весь воздух. Субтитры сделал DimaTorzok Двенадцатиклапанным двигателем VR6 уже более 25 лет. И поэтому на сегодняшний день все чаще появляются случаи пробивания прокладки ГБЦ. Естественно, все зависит от обслуживания и состояния системы охлаждения. Ведь именно из-за перегрева появляется негерметичность по прокладке ГБЦ. В результате двигатель продавливает газы в систему охлаждения. Ну или антифриз может попасть в масло. С блоком цилиндров, цилиндропоршневой группой и вкладышами этого мотора ничего плохого не происходит. Есть немало примеров, когда VR6 без капремонтов, именно 12-клапанные, прошли более 500 тысяч километров. Ну и если говорить о состоянии цилиндров, да, мотору много лет. Не идеал, но еще и не зеркало. Хон присутствует и есть нагар на донышках поршней. Продолжение следует... Цилиндропоршневая группа этого двигателя надежная и ничего плохого и криминального с ней не случается. Ну а теперь поговорим о состоянии. Помним, что двигателю очень много лет и мы видим, что маслосъемные кольца закоксованы. Также видим побежалости на шатунных вкладышах, а также борозды, царапины на коренных. Ну а коленвал визуально у нас неплох. Ну а верхние коренные вкладыши в лучшем состоянии, чем нижние коренные вкладыши. Разборка закончена. Ну, хотелось бы сказать, что автомобили с двигателями VR6 покупали, скорее всего, люди, которые были готовы платить за топливо и обслуживать не самый сложный, но и не такой уж и простой двигатель. Этот мотор механически надежен и вынослив, но годы грызут проводку, разные резиновые детали, ну и пластиковые детали. В общем, если все это обновить, то можно рассчитывать еще, ну как минимум, на 10 лет без проблемной эксплуатации. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания АвтоСтронг.